Лондон Некоторое время назад эта песня занимала первые строчки хит-парадов. Ее распевала молодежь, а старшее поколение с удивлением узнало в якобы новой композиции хит 80-х «Ах, карнавал!» Ах, карнавал, удивительный мир, где перемешан Париж и Каир. И эта песня звездный час композитора Владимира Назарова, когда он услышал знакомую мелодию в чужом исполнении, очень удивился, ведь авторство музыки приписывали другому. Некрасивая история получила широкую огласку. Это документальный сериал «Соседи» истории людей, которые оказались рядом в быту, в профессии и в жизни. Анастасия Николаевна Пахмутова сказала, когда я ей пожаловался, говорю, вот я композитор одной песни. Вот, она говорит, ну зато эта песня тебя переживет. Считается, что песни там, которые Володя пишет, не формат там, например, русское радио. Когда это формат искусства. Изумительная современная музыка. Почему-то песни Назарова перестают быть неформатными, как только попадают в руки нечестных продюсеров, возмущается кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Фадеев просто, ну, украл Лондон, Париж с карнавала. Просто списал откровенно, да? Я не думаю, что он ставил своей целью именно вот взять и слямзить у меня карнавал. Ну, получилось так. Нот-7, так хочется. Композитор не стал судиться. Говорит, достаточно того, что его поклонники сразу раскусили обман. А обидчику присудили серебряную калошу за плагиат. Тем более, такое уже было. Еще в далеком 85-м на песне года отменили выступление Аллы Пугачевой. «Годы мои». Это была песня, которую пела Алла Борисовна. Ее сняли по этой же самой причине. Но тогда не нужны были суды. Когда ты сочиняешь, существует несколько фильтров, да? Фильтр – это твой вкус, это твое образование и это твоя совесть. У нас не было никакого блата. Нас никто не патронировал. Мы двигались в этой нише самостоятельно. Только он в инструментальном направлении, а я в вокальном направлении. Они начинали свой путь к славе в одно время. Ансамбль «Русская песня» Надежды Бабкиной и «Желейка» Владимира Назарова появились в 70-е в противовес огромным фольклорным коллективам, которые царили тогда на советской эстраде. А потом однажды, в 79-м году, был конкурс, всероссийский конкурс народной музыки и песни в Ленинграде. И мы туда поехали. Двинули. Он со своей «Желейкой», я со своим коллективом. Володе пришла совершенно гениальная мысль отказаться от традиционных музыкальных инструментов, таких как балалайка, домра, баян, и играть только на духовых народных пастушьих инструментах, таких как Владимирский рожок, желейка, брелка, свирель, русские ударные. Счастливая мысль создать коллектив, который играл бы исключительно на народных духовых инструментах, пришла в голову студенту Института культуры Владимиру Назарову на скучнейшем семинаре по истории КПСС. Единомышленников он нашел здесь же, в Институте культуры. Начали репетировать. Через полгода ансамбль «Желейка» выступил на Первомайском концерте в Химках, а через год им покорился Париж. Свои первые зарубежные гастроли участники ансамбля запомнили навсегда. Даже присутствие людей в штатском не могло сильно испортить впечатление. Ходить только пятерками. Инструкция. Только пятерками. Всех разбили по пятеркам. И нужно было выйти из отеля и вернуться в отель строго в свои пятерки. Пусть в затылок им дышали агенты КГБ, но под их дудки плясал весь мир. Больше «Желейки» в те годы за рубежом выступал разве что прославленный танцевальный ансамбль Игоря Моисеева. У нас была поездка в Анголу. И там точно нужна была безопасность. Потому что там шла война. Мы ночевали в посольстве и выезжали на какие-то концерты с автоматами, с охраной. Мы были практически на всех континентах, кроме Антарктиды, наверное. И везде народ очень интересовался нашей музыкой. И всегда были аншлаги в залах. И всегда принимали очень и очень тепло. Назарова знают на Западе. Он выезжает на гастроли. Там театр. В Испанию ездили. Билет достать невозможно. Все, кто работал с Назаровым в «Желейке», остались верны своему руководителю. Вместе они создавали ансамбль фольклорной музыки, который затем перерос в Государственный музыкальный театр национального искусства. Он постоянно умел подогревать мой интерес к этому делу. То есть постоянно мы были в каком-то развитии. То мы осваивали русские народные инструменты, потом инструменты народов Советского Союза. Это оказалось для меня безумно интересным. Потом инструменты народов мира. Он не изменил жанру фольклора даже в самые трудные времена. А когда интерес к народной музыке начал возрождаться, чиновники сразу вспомнили о Владимире Назарове. Ему даже не пришлось обивать пороги кабинетов высоких начальников. Они сами предложили ему возглавить театр. Но пресса попыталась создать из этого скандал. Швидкой подарил театр любовнику Бабкиной. Можете в интернете найти. Я такой рассерженный принес газету Михаилу Ефимовичу. Я говорю, Михаил Ефимович, посмотрите, как написали. Он говорит, а что, хорошее название. Эти слухи появились после успешного эстрадного дуэта двух фолк-звезд. Встретившись спустя много лет, они так убедительно спели о любви на экране, что им поверили. Володя мне предложил, говорит, давай с тобой сделаем сейчас с Варганем вот такую композицию. Она будет любопытная, ни на кого не похожа. И свежесть будет какая-то. И мы с ним сделали. Было много нежности, было много трепетности, было лиричность, было и сочувствие, и какие-то воспоминания. Это произведение стало близким не только для меня и Володи, а еще и для многих, многих тех зрителей и слушателей, которые с удовольствием вот это вспоминают, слушают. Потому что у каждого есть чего вспомнить. Роскошный красавец с белозубой улыбкой. И я просто обалдела от этого человека. Я даже какой-то момент, господи, прям чуть не влюбилась. Но когда я рядом с ним увидела его жену Лидочку, потрясающую совершенно женщину, утонченную такую. Свою Лиду он ни на кого не променяет, говорит друг семье, актриса Любовь Руденко. Они вместе уже больше 30 лет. Владимир сделал предложение будущей жене в первый день знакомства. Сделал предложение на пляже. Не помню, по-моему, имени я не знал еще. Я, естественно, восприняла это как шутку. Несерьезно к этому отнеслась. Но он понял это и сказал, ты не смотри, что у меня морды кирзовые в меня очень даже влюбляются. Владимир не привык отступать и избрал своеобразную тактику, которая, к его удивлению, сработала. Он тогда переметнулся к другой девочке. Нашел там в доме отдыха, там вечером, танцы, все время он с ней, с ней, с ней, с ней. Меня стал заедать, естественно, это. И когда он понял, что меня заел уже основательно, он снова вернулся и сказал, что это была только лишь тактика. И потом, говорит, чего ты мучаешься? Говорит, давай подадим заявление. Теперь три месяца ждут. А за три месяца ты точно влюбишься. Наверное, существует какая-то интуиция, существует какое-то чутье, что этот человек мой и никакого другого мне не нужно. И это не покидает меня до сих пор. Я и сейчас так же думаю. Как любого артиста и красивого мужчину, его осаждали поклонницы. Но разбить эту семейную лодку никому не удалось. С моей стороны все было просто. Я просто любила и делала все для того, чтобы у меня была крепкая семья, любящая. Что касается его стороны, так он не испытывал никаких трудностей. Я его не проверяла, не следила за ним, никогда ничего не делала. Поэтому он был свободный человек, чего ему было меня менять? Ради него она пожертвовала своими амбициями и полностью посвятила себя его карьере. У него не было стремления к образованию. Вот в Москву приехал, теперь надо зарабатывать деньги. И она единственный человек, который направил его учиться дальше. Я думаю, что если бы этого не произошло, то никакой музыкальной, артистической карьеры просто не было бы. Она всегда старается, чтобы жизнь папы, скажем так, бытовые проблемы не мешали его творчеству. И чтобы он мог спокойно работать, спокойно сочинять. Папа всегда был главным и остается самым главным человеком в нашей семье. И, собственно, все делается сначала для него, потом для нас. И это нормально. Очень долго у нас было в семье два стула. Это один стул – это баян, а второй стул – чехол от баяна. А вместо стола – это коробка из-под телевизора. В общем, все, что мы так жили. И это было нормально. И как-то я даже никогда не переживала, что нет там лишней тряпки или чего-то такого в доме. В общем, совершенно нормально. Очень многое умела делать своими руками. Бытовые проблемы – ничто. Ведь они прошли вместе через самое трудное. Несколько лет назад Владимиру поставили страшный диагноз – рак. Он уже много лет борется с одной из ужаснейших болезней. И если этого не знать и узнаешь, можно в обморок упасть от изумления. В нашем присутствии ему как раз было очень трудно справляться со своими слабостями. Он привык сильным человеком быть. И дело даже не в том, что опекаем, не опекаем. Дело в том, что мы эту слабость, этот страх видели. А он очень не хотел, чтобы это видели. Это был очень тяжелый период. Очень тяжелый. Потому что он дал трещину. Ну, то есть получилось так, что с болезнью, когда я стала излишнюю заботу, что ли, проявлять. Или ему это было в тягости. То есть он от семьи очень отдалился на этот период. И пока не наладились вот его дела со здоровьем, он в семью, я думала, уже не вернется. То есть он чужой стал абсолютно. Сегодня болезнь отступила. А в доме Назаровых снова спокойно. Но не тихо. Подрастает новое поколение артистов и музыкантов. Я говорю, я как джип. У меня 4 на 4. Четверо детей, четверо внуков. Когда он появлялся, это было что-то сродни появлению Деда Мороза. То есть он никогда не появлялся просто так, а только и с подарками, и со сказками, и с какими-то... То есть это всегда была очень большая радость. Когда старшие дети подросли, Назарова усыновили еще двоих малышей. Супруги считают этот поступок настолько естественным, что не любят рассказывать об этом журналистам. Видимо, захотелось опять чего-то такого куда-то вкладывать, взращивать, растить еще побольше, чтобы людей было охваченных их любовью, этой семьи. Младшим детям повезло, говорят старшие. С ними глава семейства проводит куда больше времени. А в молодости вся жизнь сплошные гастроли. Вообще, на самом деле, если честно, то мы вообще не встречаемся вот так вот за столом. Редкая картина. Семья Назаровых почти в полном составе собралась задним столом. Все они люди творческие и чрезвычайно занятые. Но для съемочной группы сделали исключение. А в театре мы на самом деле не видимся, потому что каждый занят своим делом, и у каждого свои какие-то уголки, и поэтому пересекаемся мы очень мало. Владимир Назаров – художественный руководитель театра своего имени. Супруга – его директор, дочь – вокалистка, старший сын – актер и режиссер. Такой своеобразный семейный подряд. С детства, естественно, мне была вручена в руки дудка, музыкальные школы, все дела, все детство, все было ясно. Артист – единственная профессия, никакой другой жизни не бывает. Естественно, это так обрыдало взрослому состоянию, что думать я уже об этом не мог. Артем поступил на социологический факультет, но гены взяли свое. Закончил школу-студию МХАТ и пришел в театр, которым руководит отец. Хотя я пытался идти в другие театры, я показывался, потому что был какой-то такой период неясности. У нас дурацкая российская черта в семье присутствует, к своим относимся строже, чем к чужим. Поэтому, естественно, я очень долго ходил в плохих и неспособных актерах. В том числе, я помню такую фразу, ну какой ты актер. Такое тоже звучало. Все у него хорошо получается. Я этим счастлив и горд. Потому что, конечно, за детей волнуешься больше, чем за себя. Кажется, что вот они не так что-то сделают. Он очень долго ждал, например, пока я научусь нормально петь, чтобы выпустить меня на сцену. Но это заняло где-то лет восемь. То есть я работаю в театре уже вот со дня его открытия и выхожу на сцену сейчас в более-менее сольном проекте первый раз. Месяц в облаке земном К небесам щекой премном Весь калачиком свернулся Улыбнулся и уснул На сцене отец и дочь Назарова. В программе песни на стихи великих классиков Пастернака и Ахматовой. Ксения сама отбирала их из богатого творческого багажа Владимира. У папы около 400 песен написано, и большинство из них не издано. Вот когда он приходил с ними, например, на радио, ему говорили, нет, сейчас вот это слушать, молодежь это слушать не станет, значит, это не будет иметь успеха. На самом деле это имеет успех у тех, кто любит хорошую поэзию и у тех, кто идет сюда за живым звуком и хорошими мелодиями. Сидишь и думаешь, Господи, ты, Боже мой, какая музыка, какие песни, какая жалость, что вот этот зал только и слышит. Сочинять я очень люблю, делаю это легко. Никаких мук творчества у меня нет, у меня есть только радость творчества. За восемь лет, которые существует театр, Владимир Назаров поставил несколько спектаклей. В каждом звучит его музыка. Моя музыка звучит хотя бы в моем театре. Она не звучит там на песнях «Года» или «Вьюрмале». Ну и бог с ними, пусть они между собой там варят свою кашу. Театр, в котором руководит Владимир Назаров, это целая кузница. Кто у него в театре работает? Это работают ребята из деревень, из сел, из таких глухих мест российских. Ну, какой бы у них был шанс прорваться в Москву, да еще блистать на сцене, на большой сцене. Но Владимиру Назарову стало тесно на театральной сцене. Из-за кулис он ушел за кадр и снял две картины. Продается «Детектор лжи» и «Лабиринт». А мы ваше объявление в газете увидели и вырезали. Я не вырезал! А мы как чувствовали, что пригодится и вырезали. Я не вырезал я! И в сумочку старую с документами положили. Я не лужил! А то ведь как бывает, потеряют, а потом бегают, бегают. Только у режиссера Назарова, говорит актриса Любовь Руденко, она проходила такие странные кинопробы. Владимир Васильевич меня снимает без грима, без костюма. Даже текст как бы я не беру в руки. Он просто со мной разговаривает, как с актрисой, как с женщиной. А что я думаю на этот счет? А вот в такой бы ситуации как бы я себя повела? А как бы я отреагировала, если бы со мной вот такое произошло? И я просто живо с ним разговариваю, общаюсь. Он заканчивает съемку и говорит, все, мне все ясно, я вас утверждаю. Когда ты приглашаешь актрису на роль, вытаскиваешь из нее то, что даже она сама в себе не подозревает, ты уже становишься как бы родственник. Ну уж родственной душой точно. Родственные души сразу нашли общий язык на съемочной площадке. Тем более режиссер не давил, а давал актерам возможность импровизировать. Я же на работе всем хвасталась. Мне же все подруги завидовали. Они же все мне говорили, какое у тебя платье шикарное. Какой у тебя муж замечательный. Как он тебя любит. Это было сотворчество. И он, причем, он не стеснялся признаться в том, что говорит, ребят, я первый раз снимаю в кино. Я вообще не знаю, что это такое. Просто мне очень хочется это сделать. Помогите. Обычно в творчестве так. Первый удачный, второй полная дрянь. Слава богу, раз я снял удачные оба фильма, я думаю, что я умею. Его картины получили несколько наград на кинофестивалях, в том числе и международных. Окрыленный успехом, режиссер перенес действие картины «Продается детектор лжи» на театральной подмостке. Зрители эксперимент оценили. Хохочет, смеется, хочется, чтобы побольше было зрителя. К сожалению, к величайшему далеко театру очень находится. Очень. Обидно, это безумно. Потому что когда кто-то вот спрашивает, а где спектакль? Ой, юго-запад деревня. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе, рассудил Владимир Назаров. И пошел навстречу ленивым зрителям, которые никак не доедут до Олимпийской деревни. Скоро спектакли его театра можно будет увидеть не только здесь, но и в центре Москвы, в театре киноактера. Это документальный сериал «Соседи». Сегодня история людей, которые оказались рядом с Владимиром Назаровым. Через неделю новый герой и новые соседи. Субтитры создавал DimaTorzok